Ребят, всем привет! Вы знаете, что на своем канале я рассказываю не только об иммиграции в Канаду, но и о жизни в Канаде и о каких-то иногда новостях, которые у нас случаются в нашем селе, в нашем Калгари. Одно из самых громких событий прошлой недели было голосование за проведение Олимпиады в Калгари в 2026 году. И в этом видео я как раз хочу поделиться с вами своими мыслями на эту тему и рассказать, почему Калгари все-таки пролетает, с этой идеей, с Олимпиады 2026 года, и почему стоимость Олимпиады в Калгари была бы в 10 раз ниже, чем стоимость Олимпиады в Сочи. Друзья, ну и прежде чем мы углубимся в тему этого видео, я хотел бы вам напомнить, что совсем недавно на моем канале вышло очень расширенное и большое интервью с канадским риэлтором, с которым мы поговорили на тему недвижимости в Канаде, о том, как построить дом в Канаде, можно ли просто купить участок земли и на нем построить, сколько стоят дома в Канаде, какие они бывают и так далее. Очень много вопросов обсудили, и на мой взгляд получилось очень такое информативное, хорошее видео. Вот, если не смотрели, еще предлагаю посмотреть, потому что в нем мы ответили на многие вопросы, которые вы уже задавали под видео, под моими, и в том числе, если вы его посмотрите, вы будете более готовы уже к следующему видео, которое выйдет на следующей неделе. Это будет интервью уже с моргидж-брокером, со специалистом по ипотекам, и мы продолжаем тему недвижимости, там мы уже поговорим о том, как получить ипотеку, сколько нужно зарабатывать для того, чтобы купить дом в Канаде, как квалифицироваться, какой кредитный рейтинг должен быть, и можно ли купить недвижимость сразу по приезду в Канаду. Очень многие вопросы мы рассмотрим, ответим, поэтому я думаю, что тоже будет очень полезно для вас. Переходите на видео о недвижимости, смотрите и включайтесь в тему. На прошлой неделе в Калгари прошли выборы, городские выборы, где люди голосовали. За проведение Олимпиады 26-го года в Калгари или против. И так оказалось, что 56% проголосовали против. Это около 176 тысяч человек, и голосовали жители Калгари и граждане Канады. К сожалению, я не голосовал, хотя очень хотел пойти на выборы и высказать свою точку зрения, и высказать свое желание или нежелание проголосовать за Олимпиаду. И таким образом жители города в большинстве своими высказались против. Потом еще было слово за муниципалитетом Калгари, за нашим Council of City. И на этой неделе они также поддержали мнение своих собственных избирателей, тех людей, кто их избирал, и в итоге проголосовали тоже против проведения Олимпиады. Я дал небольшой комментарий в прямом эфире телеканалу «Дождь» российскому и рассказал основную причину, по которой люди отказались от проведения Олимпиады в 26-м году. Предлагаю вам для начала посмотреть этот комментарий. Жители канадского Калгари на референдуме высказались против проведения в своем городе зимних Олимпийских игр. В 2026-м году из 305 тысяч человек, принявших участие в голосовании, почти 57% проголосовали против. Действительно, все эти стройки, толпы туристов, бесчеловечная система безопасности, в Калгари еще хорошо помнят зимние игры в 80-х. И это не первый случай, когда города отзывают свои заявки на Олимпиаду. Ранее от летней Олимпиады 2024-го года отказались Будапешт, Бостон, Гамбург и Рим. Но все-таки, что же больше всего смущает жителей Калгари? С нами на связи Глеб Ковец, автор блога «Интересный Калгари». Глеб, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, почему жители Калгари против Олимпиады? В России Олимпиаду считают всегда подарком и удачей. Да, ну, на мой взгляд, жители Калгари проголосовали в большинстве против Олимпиады, основываясь на своих настроениях, негативных, наверное, настроениях о том, что повысится налоговая нагрузка на жителей города, потому что какая-то часть денег, которое потратится на эту Олимпиаду, будет возмещена с помощью налогов. Ну и также, как вы сказали, что некоторые недовольны, что будет постоянная стройка в течение следующих 8 лет. И это не самое лучшее время для проведения Олимпиады в Калгари. Живы, наверное, воспоминания о предыдущей Олимпиаде в Калгари, да? Была жива в Калгари? У кого-то свежие еще воспоминания, кто ее действительно помнит и пережил. Однако в целом люди позитивно относятся к Олимпиаде. Как вспоминают вообще этот опыт, связанный с предыдущей Олимпиадой? Какие выводы были сделаны для города тогда? В целом, хорошие воспоминания, потому что это было яркое событие для города и дало большой толчок для развития города в то время и в строительстве жилья, и в строительстве спортивных объектов. И в целом отношение к спорту повысилось, что и ожидалось сейчас. Но все-таки именно экономические настроения населения, они вот таковы на данный момент. Можно ли сказать, что это каким-то образом разочарует канадские власти или других канадцев, которые наверняка было бы приятно принять Олимпиаду на своей территории? Ну, разумеется. Те, кто голосовали за, они, конечно, очень расстроились. И мэр нашего города уже высказал свое глубочайшее расстройство тем, что проголосовали нет и что мы не будем принимать Олимпиаду в 2026 году. Однако остается надежда на то, что мы подадим заявку на 30-й год и будем участвовать в ней. Спасибо большое. Это был Глеб Кобец, автор блога «Интересный Калгрик». Ну, в общем, как я и сказал в интервью и в комментариях своем, действительно, многие люди сейчас находятся в тяжелой экономической ситуации здесь. И многие находятся до сих пор без постоянной работы и без постоянного нормального дохода. Поэтому, знаете, как настроение, ну, конечно, не до Олимпиады, не до праздников и так далее. И никто не хочет, чтобы вот эти расходы, которые понесутся на Олимпиаду, они, естественно, лягут на плечи налогоплательщиков. То есть все эти затраты придется возместить налогами. И получается, что люди просто этого не хотят. И знаете как? Это не хотят устраивать пир во время чумы, да? Что тут у нас как бы с трубой, с нефтью никак не могут разобраться в провинции, федеральное правительство никак не может протолкнуть все эти проекты. Вот. А тут какую-то Олимпиаду устраивать. Ну, знаете, мое личное мнение, что... Опять же, это мое персональное мнение, что все-таки затраты не такие огромные прям, чтобы вот мы в течение 8 лет не смогли их своими налогами возместить. Конечно, налоги, они в любом случае повысятся. Будет Олимпиада или не будет Олимпиада, правительство всегда найдет причины для повышения налогов и всегда скажет, что денег не хватает. Другой вопрос, что на что в итоге потратятся эти наши налоги, которые мы все равно заплатим, да? И даже если их увеличат, их потратят на какие-то другие проекты и другие цели. Но если была бы Олимпиада, то это конкретная цель и конкретная временная, как говорится, дедлайн, да? То есть к 2026 году эти деньги должны целевым образом потратиться и будут четкие результаты видны и четкие цели достигнуты. А сейчас Олимпиады не будет. Хорошо, эти деньги потратятся на что-то другое, но теперь нет очень четких таких ограничений временных и будут также долго эти деньги тратить и непонятно, когда мы увидим то, на что их потратят. Другой момент, что если бы еще была бы Олимпиада, то очень многие проекты, которые были бы с ней связаны, они бы точно были бы реализованы, да? Например, очень долго, уже лет 10, наверное, всем тут обещают, что к нам построят еще одну ветку метро как раз к нашему району, в который мы переехали, и мы бы этому персонально были бы рады, потому что, ну, как бы это улучшило бы ситуацию, в принципе, с транспортным движением, да? Не факт, что мы, конечно, бы ездили в итоге на трамвае, но мы бы, скорее всего, им бы все равно пользовались. Вот, и если бы этот проект был бы связан с Олимпиадой в том числе, то его бы, наверное, и закончили. А теперь неизвестно, может быть, его и в следующие 10 лет не построят, да? То же самое связано с разными инфраструктурными проектами, со спортивными сооружениями и так далее. То есть был четкий список сооружений, которые хотели построить к Олимпиаде в этой связи, в том числе и просто легкоатлетические манежи, которого до сих пор в Калгари нету ни одного большого, хорошего легкоатлетического манежа, чтобы там тренироваться зимой. Для меня это большим было удивлением, но тем не менее, его нету. Вот, был проект его строительства. И, соответственно, теперь непонятно, будут его строить или не будут, потратят на это деньги или нет. Но, как говорится, было такое желание людей, что мы на это деньги не тратим. Теперь будем смотреть, на что деньги будут пускаться. Теперь, что касается стоимости. Почему я сказал в самом начале, что эта Олимпиада стоила бы в 10 раз дешевле, чем Олимпиада в Сочи? Олимпиада в Сочи стоила, насколько я знаю, 51 миллиард американских долларов. Теперь, внимание, Олимпиада 2026 в Калгари стоила бы примерно 5, чуть больше 5 миллиардов долларов. Причем, насколько я помню, это именно канадских долларов. Поэтому это в 10 раз ровно меньше, чем Олимпиада в Сочи. Почему? Потому что, как говорят, 90% инфраструктуры для проведения Олимпиады в Калгари уже готова. Потому что мы проводили Олимпиаду, точнее, не мы, а город проводил Олимпиаду в 1988 году, ровно 30 лет назад. И с тех пор осталось очень много сооружений. Их только нужно реконструировать, где-то что-то улучшить, где-то, может быть, достроить какие-то павильоны, какие-то еще там хоккейные, может быть, площадки и так далее. И, соответственно, на это хотели потратить 5 миллиардов долларов. И то, из этих 5 миллиардов долларов, 2,5 примерно миллиарда долларов ушло бы на операционную часть, то есть на проведение самой Олимпиады, то есть организация всего мероприятия, оплата безопасности, поддержание там всех спортсменов, которые бы приехали и так далее. И только половина из этого ушло бы на саму инфраструктуру, то есть на капитальные вложения. Так вот, весь бюджет капитальных вложений, он бы лег на именно канадское государство, на государственный бюджет федеральный, на провинциальный бюджет и на бюджет города Калгари. Так вот, Калгари, доля Калгари во всем этом бюджете была всего 400 миллионов долларов. Всего, я говорю потому, что это даже меньше 10% от общего бюджета, да. А остальные деньги, 700 миллионов долларов, выделила бы провинция Альберты и почти полтора миллиарда долларов выделила бы федеральный бюджет Канады. И вот мы говорим о 400 миллионов долларов, которые бы растянулись бы на 8 лет вперед, и в принципе это были бы затраты Калгари. Но люди все равно не захотели нести эти затраты, как я уже говорил. Вот таким образом получается, что если посчитать, то даже если взять 400 миллионов долларов на 8 лет, это по 50 миллионов долларов в год, при населении там, окей, будем считать грубо, возьмем миллион жителей в Калгари, да, это получается по 50 долларов в год на одного жителя Калгари. Это, конечно, очень грубые подсчеты, и еще почему люди многие не захотели проведения, потому что они не поверили в то, что будет потрачено только 400 миллионов долларов. Все знают и статистически, в принципе, доказаны экономистами, что всегда бюджет Олимпиад они превышали изначально и там в полтора, то и в два, и в три раза. Вот, и поэтому никто не поверил, что эти деньги потратятся эффективно, и что все эти бюджеты будут превышены. Вот, именно поэтому это тоже была причина отказа от проведения. Одна идея, которая пришла мне в голову, такова, что мне вот интересно, если бы провели дополнительный соцопрос, да, среди людей, которые проголосовали против, и спросили бы их, а если бы не пришлось бы платить эти 400 миллионов долларов за проведение Олимпиады, согласились бы они на проведение Олимпиады? И вот интересно узнать, какой был бы ответ, да, почему? Потому что представьте, что если бы 30 лет назад, в 88 году, люди бы тоже отказались от проведения, потому что, ну, наверняка тоже тратились большие деньги, потому что заново сооружались все спортивные сооружения, да, и город заново, по сути, готовился к Олимпиаде, и тогда, наверное, было потрачено гораздо больше денег. Так вот, если бы тогда люди отказались бы от проведения Олимпиады по этим же причинам, что было бы с городом тогда? Потому что в Калгари очень много людей, которые любят активный образ жизни, занимаются спортом, очень многие люди, хоккей, естественно, первый вид спорта в Калгари. Лыжа зимой – это основной вид спорта в Калгари и в округе. Очень многие ездят в горы, катаются на лыжах. В 70 километров от Калгари у нас существует так называемый Nordic Center. Калгари – это тоже определенная такая спортивная база, построена, наверное, после Олимпиады, и там очень много до сих пор проводится соревнований по лыжам, люди просто ездят, катаются на лыжах, и все это результаты Олимпиады. Также есть история, проведение Олимпиады в городе, и очень многие люди, в принципе, и воспитаны на этой истории, и отношение к спорту здесь поэтому такое хорошее. Так вот, если бы этого не было, не факт, что такое было бы отношение с тех пор. И я думаю, что здесь не нужно только думать о сегодняшнем дне, да, а нужно думать немного наперед, на 10-20-30 лет вперед, потому что, опять же, проведение Олимпиады, оно дает очень большой толщок для города, для развития города и популяризации его, в том числе и во всем мире. Калгари и так является хорошим спортивным центром в Северной Америке, но я думаю, что проведение дополнительной Олимпиады было бы еще большим толщком. И я уверен, что лично мой ребенок, он был бы 100% вовлечен в это все движение, и, может быть, волонтерил бы, да, и 100% его бы это склоняло еще к большему занятию спорта, хотя мы и так его будем к этому, конечно, ну, не склонять, но воспитывать в нем эту привычку, да, и такой образ жизни. Вот, но, в принципе, идея вот понятна, да, то есть, хорошо, если бы мы не потратили деньги, вы бы захотели проводить Олимпиаду? Вот интересно, чтобы люди ответили. Ну, и еще один негативный момент, на мой взгляд, от того, что мы не будем проводить Олимпиаду у себя в стране и в своем городе, это то, что это, как бы, показывает не очень наше хорошее отношение, значит, к олимпийцам канадским, да, потому что и паралимпийцам, потому что эти ребята этим живут, для них это главное событие в жизни для кого-то, единственное событие, может быть, в жизни, они к этому готовятся очень долго, и всю свою спортивную карьеру. И тут, когда у них забирают, собственно, возможность проведения в их родной стране, ну, конечно, они полетят и в другие страны, если у них будет такая возможность, да, но в своей стране это вдвойне почетно и вдвойне приятно, и я уверен, что многие из них бы получили медали и выступили бы очень хорошо, и поддержка была бы на самом высоком уровне. Но, к сожалению, в 26-м году им придется лететь куда-то в другой город для того, чтобы отстаивать честь Канады. Вот, ну и другой момент, это то, что чисто финансово, опять же, о котором я уже говорил, это все-таки город недополучил бы почти 2, больше 2 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру, в экономику, и это только прямых инвестиций, да, еще никто не считал, и очень точно тяжело почитать, сколько были бы потом доходы бюджета после Олимпиады от использования всей инфраструктуры и от туристов, которые бы приезжали и так далее. Вот, ну, вот это мои такие мысли, может быть, несколько поверхностные. Я абсолютно понимаю, что многие из вас могут со мной не согласиться, особенно я знаю, что те люди, которые живут в России, были недовольны проведением Олимпиады в России, потому что были огромные затраты на это, и все-таки это точно не окупилось. Возможно, никогда не окупится, вот. И я, в принципе, понимаю тоже вашу позицию, но моя позиция такова, и вы, наверное, поняли, что из этого видео, что я бы проголосовал бы за. К сожалению, я не смог пойти на голосование, потому что я еще не гражданин Канады. Вот, но я бы проголосовал за, потому что я все-таки на позитивной стороне этого вопроса. Я считаю, что такие мероприятия, если есть возможность проводить, их нужно проводить. Вот, вот такое видео получилось, вот такая моя точка зрения. Напишите ваши идеи, ваши мысли по этому поводу в комментариях. Вот, давайте вместе обсудим эту тему. Вот, на этом буду заканчивать. Большое спасибо, ребят, что смотрите мои видео. Если еще не подписаны, подписывайтесь, потому что записываем для вас хорошие, интересные видео, отвечаем на ваши вопросы, иногда записываем конкретные видео по вашим вопросам. Вот, поэтому впереди еще очень много интересного. До скорых встреч и увидимся скоро в следующих видео. Пока-пока!